12 глава с 1 по 10 стихи Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад ему 14 лет, в теле ли, не знаю, в вине ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не зная в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился, чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Поэтому я благодушевствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо, когда я немощен, тогда силен. Давайте благословим друг друга. Мы благовестники Божьи. Давайте вместе унаследуем те наследия, опустошенные, которые Бог дал нам. Аминь. И сегодня нам с вами нужна та благодать Божья. Нам с вами нужно смиренное сердце, чтобы прийти к престолу благодати Божьей, прийти к Иисусу Христу и обрести силу. Много чего происходит в нашей жизни, пока мы живем на земле. То, чего хочется, и очень много того, чего не хочется, конечно, так же. И, может, можно задаться вопросом так же, почему так? Почему происходят такие вещи, которые нам неудобны? Происходят много чего того, что иногда сложно найти объяснение, и, казалось бы, живя даже такой усердной жизнью верующей. Может быть, иногда это, конечно, даже религиозная жизнь больше, чем верующая. Но случаются иногда такие ситуации, когда теряем даже веру нашу в Бога из-за каких-то событий, которые происходят на физическом уровне. То, чего мы не ожидали или то, чего мы не хотели, чтобы произошло. Поэтому сегодня давайте через Слово Божье проверим и разберемся, почему. И почему случается то, что мы не хотим или чего боимся, и как нам этого избежать. И если сказать коротко, то проблема, почему... Проблемы становятся проблемами, и почему приходит то, чего мы не желаем или боимся в жизни, это потому, что мы упускаем по-настоящему молитву. И это, конечно же, не та молитва, когда мы просто о чем-то Бога просим раз в день или раз в неделю. Но действительно настоящая молитва, благословение, настоящая молитва, общение с Богом. И поэтому, что важно, важно, чтобы мы восстановили истинную, настоящую молитву. И если мы восстановим вот эту молитву, вот это общение с Богом, то мы будем находиться в состоянии, когда у нас будет всё получаться. Если же нет, тогда, что бы ни случилось, всё для нас будет становиться камнем преткновения, и всё для нас будет становиться бременем, тяжестью или грузом, потому что мы не будем видеть тогда ответ, который есть в проблеме. Не сможем выявить Божий план, не сможем получить водительство Божье. И, соответственно, всё это для нас станет действительно чем-то грузом или каким-то бременем. Но молитва, наше общение с Богом, помогает нам, чтобы то Слово, которое мы слышим, то Слово, которое мы читаем, когда мы его читаем, чтобы действительно оно становилось Словом Божьим в моей жизни. И чтобы Бог действительно становился Богом для меня. не просто Бога, о Котором я знаю, но Бог, Который является Альфой и Омегой, Который вечный Бог, Который существовал и существует, и существовал ещё до того, как мы даже появились, вечный и действительно всемогущий Бог. Но проблема в чём? Проблема в том, что мы мы не верим в этого Бога. И мы не верим действительно по-настоящему до конца Бога, каким Он является. И поэтому нам важно, чтобы действительно мы могли через Слово Божье познать Бога, чтобы мы могли узнать действительно в своей жизни испытать, потому что молитва помогает Слову, чтобы оно стало реальным, чтобы актуализация происходила Слово Божьего в наших жизнях, чтобы это Слово становилось реальностью в моей жизни. И многие динаминации, даже в Тегу вчера также происходило соборное такое собрание разных динаминаций христианских о том, что нам нужно покаяться, нужно покаяться, нужно прийти вновь к Богу. почему это случилось? Потому что действительно это нужно делать, это не то, что что-то странное, это потому что люди, потому что христиане действительно перестали слышать Бога, потому что стали просят много о чем, но по-настоящему не слушают голос Божий, не знают Бога. Поэтому если мы посмотрим 36 глава Языкиля, 37 стих и 38 стихи, там сказано, говорит Господь, вот еще и в том я влю милость мою Дому Израилеву, умножу их, и как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. можно, можно, конечно же, получить ответы, даже если не молиться. И как это возможно? Это если мы действительно будем внутри тайны находиться Божьей, внутри находиться совершение Слова Божьего, внутри совершения Завета Божьего. Тогда даже если мы не молимся, мы будем получать ответы, мы будем находиться внутри совершения Слова Божьего. И когда мы посмотрим даже Бытие, 26 глава, 28 стих, что говорит Исааку? Когда он встретился с Авимилехом, и что они ему сказали? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с Тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и Тобой клятву, и заключим с Тобой союз, чтобы Ты не делал нам зла. И как мы не коснулись до Тебя, а делали Тебе одно доброе, и отпустили Тебя с миром, теперь Ты благословен Господом. Смотрите, точно так же Авимилех это был неверующий человек, и военно, и даже друг его, и военно-начальник, но что они сказали? Что они исповедали? Мы ясно увидели, что Господь с Тобою. Вот это, то исповедание, вот, это то, что неверующие должны исповедовать, видя нас. Но исповедуют ли они такое? И христиане, когда мы сейчас смотрим в эту эпоху и в Корее, и в других странах мира, являются ли они теми людьми, которые неверующие, которых неверующие признают, которых неверующие уважают, которых неверующие люди даже в какой-то степени боятся, потому что они видят, какую что эти верующие, что христиане имеют силу. Такое ли же происходит в мире? Нет. Наоборот, церкви и христиане становятся объектом насмешек, становятся в какой-то степени высмеиваются неверующими людьми. Почему? Потому что действительно являются слабыми, потому что действительно являются смешными в глазах этого мира, но не в той степени, что мы верующим верующие и верим в Иисусе Христа, а потому что глупые очень часто. Почему? Потому что не получаем мудрости от Бога. Слабые, потому что также не получаем силу от Бога. Унылые, потому что всегда в каких-то проблемах, которые вообще не должны были быть проблемами для нас. И вроде бы усиленно молятся, кричат, плачут, а по факту это и не является по сути той молитвой. Это просто ропот, это просто когда мы жалуемся Богу и получается мы не верим как надо в Бога. Потому что не о том вообще действительности молимся и те проблемы, которые приходят, это не те проблемы, которые вообще должны быть проблемой или должны были даже приходить. Но приходят, потому что мы не ищем того, что действительно желает Бог. и проблема еще также в том, что мы не общаемся с Богом. Молитва это общение с Богом. Это когда мы смотрим через призму Слова Божьего. Берем это Слово, помещаем в свое сердце, смотрим, действительно ли я, моя внутренность соответствует тому Слову, которое мы читаем. Действительно ли во мне это есть и ищем, что во мне есть то, что не от Бога, то, что не мое, то, что могло запечатлиться в меня из-за культуры моей страны, где я живу, моего народа, моей семьи. Потому что ответы по-настоящему приходят в зависимости от того, что запечатлено во мне. Если я постоянно раздраженный, если я постоянно завидую, если во мне какой-то гнев есть, злость, если я до сих пор держу в сердце обиду на кого-то, то, что я притягиваю, что приходит ко мне в итоге. Вот это дальше и продолжается в моей жизни. Поэтому вот от этого всего нам необходимо с вами очиститься, чтобы и, соответственно, если мы действительно продолжаем, казалось бы, верующие, ходим в церковь, но продолжаем жить точно такой же жизнью, как и неверующие. Просто они либо же верующие других религий, просто они ходят в буддийский храм и просят Бог, дай, не Бога, а Будда, дай мне здоровья, дай моему сыну поступить в университет и дай мне переселиться. Или же к шаманам ходят, или же вообще просто полагаются на деньги, либо на еще что-то. То же самое верующие, получается, молятся о том же самом. Это то, это то, о чем даже не нужно молиться, это то, что Бог даст и так, и благословит, если мы действительно будем искать, что Бог хочет, что есть сердцем, желанием Божьим, что Бог желает в моей жизни сделать через меня, вместе со мной. И тогда, что бы ни случилось, какая бы проблема ни пришла, даже Павел, который был, находился в проблеме, у которого со здоровьем была проблема, он сказал, что в немощи моей я силен, это не то, что может сломать меня, и это, если мы действительно будем вместе с Богом, то какая бы проблема ни пришла, мы будем иметь силу превзойти, преодолеть это, это не то, что будет контролировать нашу жизнь, но это то, что может стать даже платформой или ступенью, или же стать той возможностью для нас, чтобы мы духовно бодрствовали. Когда мы читали сегодня четвертый и пятый стихи, то о чем говорит Павел здесь? Павел говорит, что он был восхищен до третьего неба Царства Божьего и слышал слова неизреченные, которые человеку даже невозможно пересказать. И, конечно же, Павел говорит, что о человеке как бы не о себе, но это, естественно, Павел был и здесь он говорит как бы о себе, как о человеке духовном и о себе, как о человеке физическом. Поэтому человек духовный — это тот человек, который не может хвалиться собой. Почему? Человек духовный, потому что все, что мы имеем, это то, что Бог нам дает. Это благодать Божья и это сила Духа Святого, потому что наша физическая, я физический только, это моя греховная сущность, это моя ветхая сущность. Поэтому Павел говорит, что не могу хвалиться собой, то есть моим собой как просто как физически, физической сущностью, физическим человеком. но о духовном я уже не сей не о собой хвалюсь, а хвалюсь Христом, хвалюсь Богом, хвалюсь благодатью Божией, которую Бог мне дал. И в итоге, что Павел, мы видим, сказал, что даже он молился, молился о том, что Бог удалил от него вот этого жала в плоть, которое дано было ему, то есть как он сказал, ангела сатаны, чтобы удручать меня, чтобы но что он осознал, Павел, он осознал, что вот эта немощь, которая была, какой-то физический недуг, который в нем был, он был дан ему для чего? Для того, чтобы он постоянно духовно мог бодрствовать, чтобы не следовать за чем-то своим, за чем-то физическим, за чем-то мирским, но чтобы действительно следовать за Богом. поэтому нужно что нам прежде всего? Нужно, чтобы мы не упускали Бога, не упускали духовное, не упускали Слово Божие в своей жизни. И тогда мы сможем выявить, что действительно мы сможем тогда действительно правильным взглядом смотреть на события, на обстоятельства, на все, что внутри нас, на все, что вокруг нас есть. Поэтому очень важно нам не упускать общение, действительно живое общение с Богом. Молитва — это и есть величайший дар, который Бог нам дал, величайший дар, возможность молиться, а вообще это действительно самое ценное, что может быть, потому что это общение с Богом. это не просто наши запросы, которые мы отправляем Богу, но молитва, Бог желает, чтобы мы не просто раз в день как бы помолились, сказали, Бог, дай мне то, дай мне это, а чтобы мы наши мысли превращали в молитву, чтобы наши чувства, все, что внутри нас есть, все это к Богу говорили, чтобы это действительно превратилось в общение с Богом. Бог Он абсолютным образом отвечает, Бог абсолютным образом совершает Слово Своё. Поэтому Бог желает, чтобы в нашей жизни мы держались за завет, который есть, Христос, который есть, проповедование Слова Божьего до края земли всем народам, чтобы мы с вами стали участниками, Бог призвал нас, чтобы мы с вами стали людьми, которые люди, которые соучастники, сотрудники Божьи. Конечно, мы с вами смотрим в отношении когда мы говорим общение, когда мы говорим также близость с Богом, то тут конечно, также влияет наше наш так бы сказать фон, бэкграунд, как бы культурный бэкграунд, от которого мы выросли. Потому что посмотрите, например, в отношении даже людей, которые живут в Тегу, Кьонсан, провинции Кьонсан, то характер и вообще стиль общения и даже в отношении близости между людьми и так сказать родителями и детьми отличается даже от тех, которые живут в западной части или уже например в Сеуле. Поэтому иногда может быть немножко тяжело понять, какое именно общение желает Бог. Но в действительности если мы искренне будем желать общения с Богом, Бог даст нам понимание и чтобы это общение было искренним. Потому что даже мы говорим общаться как отец с сыном, то если взять в Корее и конфуцианство, то общение отца с сыном оно не такое уж близкое. Поэтому нам нужно с вами от этого тоже получить исцеление. Нужно чтобы действительно увидеть какое именно общение Бог желает. И когда мы смотрим в Библии, видим даже например притчу о блудном сыне, с какой радостью встречал отец сына своего, то мы можем понять какое действительно сердце Бога и какое именно общение Бог желает иметь с нами. Поэтому я благословляю, чтобы вы по-настоящему выявили благословение и наслаждались благословением общения с Богом и наслаждались этим величайшим благословением и даром Бога, который Бог дал нам спасенным. Потому что молитва в молитве можно сказать, что все закончилось. Потому что если есть действительно молитва, то тогда ничто не станет проблемой для нас. Мы сможем получать и мудрость от Бога, и любовь, и терпение, и все, что нужно. Потому что мы с вами духовное существо. И мы либо же принадлежим Богу духовно, либо же дьяволу. И либо же Дух Святой наполняет нас, либо же Злой Дух наполняет нас. Поэтому от этого в зависимости от того, каким содержанием мы с вами наполняемся, чтобы наполняться Злым Духом, это не означает сидеть, какие-то медитации делать. Нет, это достаточно просто. Каждый день в мире мы находимся, слова, которые мы слышим людей, все, что вокруг нас есть, это то, что нас начинает наполнять. Поэтому если упускать молитву, если упускать общение с Богом, то что приходит как результат, то приходит то, что мы впадаем в три вещи. Это беспомощность, одержимость чем-то и когда мы становимся зависимыми, зависимость. Если не молиться, если действительно не общаться с Богом, то приходит то мы становимся беспомощными. Когда мы думаем, что нам нужно своими... Вот беспомощность приходит именно тогда, когда мы мыслим так, что нам нужно все делать своими силами. Вот это есть религия, когда я своими силами живу, хочу показать что-то, доказать что-то. Вот это есть религия. Поэтому Бог желает, чтобы мы жили не религиозной жизнью, не чтобы мы своими силами стремились что-то показать или доказать Богу. Потому что абсолютно невозможно без молитв, без живого общения с Богом. Почему? Потому что, во-первых, греховная сущность, во-вторых, мир, во котором мы живем, в-третьих, это дьявол. и Бог нас оставил на земле не для того, чтобы мы что-то своими силами пытались Богу показать или доказать, что я хороший, что я там не грешу, так как другие люди грешат, что я не такой плохой, как все остальные, что я там могу что-то своими силами. Бог не хочет этого. Он знает, кто мы такие, и знает каждого из нас. И Он нас призвал и оставил на этой земле, чтобы мы с вами наслаждались силой Божьей. Если не молитва, то мы будем одержимы другими какими-то бесполезными вещами. Посмотрите, давайте посмотрим в отношении проблем, то, что мы называем проблемами вообще в наших жизнях, которые происходят. То, если честно, реально посмотреть, то в принципе мы всегда, как что-то случается, мы всегда стараемся быстро решить. Но вообще-то почти 90% всяких проблем, с которыми люди сталкиваются, они по-настоящему и не проблемы. Это то, что может даже решиться самостоятельно, если просто оставить это все в покое. Но в действительности серьезных проблем наверное процентов 5 есть. в мире, которые действительно проблемы, которых нужно решать. Но вот такие проблемы, которые действительно есть с совершенными проблемами, это не то, что мы можем решить или сделать самостоятельно. Но проблема в том, что мы как бы впадаем в эту проблему. Впадаем, приходит что-то и мы впадаем в это. Мы полностью наши мысли становятся мы как бы внутри этой проблемы впадаем и наши мысли мы сами себя начинаем ограничивать. И упускаем водительство Божье, упускаем так же те подсказки, которые Бог дает и те ответы, которые приготовлены Богом. Поэтому что нам важно не впадать вот в эту проблему. посмотрим, если даже Ветхий Завет в отношении Неемии, когда он молился, сосредоточенно 14 дней в то время, когда абсолютный кризис пришел, абсолютная та проблема, которая вообще невозможно было решить для израильского народа. И когда призвал его царя, и когда царь его призвал, и когда он увидел, что Неемия грустит вот так, то он спросил, почему ты грустишь? Хотя вообще это опасно было даже, потому что царем представать в таком грустном облике. Но что тогда сказал Неемия, потому что израильский народ, потому что храм опустошен, и в итоге даже получилось так, что восстановился тогда храм, потому что это из Ветхого Завета момент, который мы видим, показывает о том, что важно, когда проблема какая-то приходит, которая невозможно своими силами решить, нужно действительно совершенным образом прийти к Богу, чтобы тогда не моими силами, но Божье действие стало происходить. И Бог тогда будет работать и в сердце людей, которые вокруг нас есть, и рядом с нами есть, и будет также и на физическом уровне действовать. Важно, чтобы мы с вами получали действительно руководство Духа Святого, и мы смогли тогда испытать действия Бога в своей жизни. Поэтому нужно не отчаиваться, нужно не впадать в проблему, но нужно, когда какая-то проблема приходит, концентрироваться на Боге. Не забывать, что Бог есть Бог сил, не забывать, кто есть действительно наш Бог. И когда приходит проблема, то проверить себя, действительно ли я иду в течение Слова Божьего, действительно ли я следую и иду в том направлении, которое Бог желает и которое Бог приготовил для меня в моей жизни. Мы с вами живем сейчас в такую эпоху, когда много различных зависимостей, много различных психических заболеваний, много студентов также страдают от наркотической зависимости. И это не шутки, действительно, это очень серьезная проблема. Даже недавно я вам говорил в одной из прошлых проповедей в Сеуле в университете в одном из студенческих клубов также они действительно и употребляли наркотики там, и разные наркотики, то есть они их не только для того, чтобы удовольствие получить, а принимают наркотики для того, чтобы себя, превзойти себя, свой уровень, для того, чтобы получить хорошие оценки для того, чтобы можно было иметь больше силы для учебы, но это все в итоге они становятся действительно наркозависимыми, и многие из них продолжают быть, даже после окончания университета, работают уже на высоких таких должностях там и судьями, и прокурорами, и госслужащими, и они являются наркозависимыми, то есть они постоянно продолжают принимать различные наркотики, и это действительно страшно, потому что это не есть нормальная жизнь, это то, что разрушает в итоге их самих и их семьи, поэтому сейчас сейчас поэтому важно, чтобы христиане также и не просто как церковь действовали, но чтобы могли стать специалистами, которые могут помогать исцелять таких людей, и даже на государственном уровне сейчас очень много даже в тюрьмах, даже в школах и учебных заведениях есть центры по охране здоровья и для того, чтобы следить, чтобы в школах не было, не распространялись наркотики, и чтобы помогать людям, по сути, детям, подросткам, которые в какой-то степени стали либо же зависимыми, либо же могут находиться в той системе распространения этих наркотиков. И мы с вами живем, конечно, в эпоху действительно технологического развития, когда в короткий срок, в короткое время человечество шагает уже от четвертой в пятую индустриальную революцию, но в то же самое время мы видим, что индивидуально, как личность, люди теряют себя, люди становятся все больше, чем больше развития происходит, тем больше они становятся одинокими. Действительно, это наступает время, эпоха одиночества, когда ты все можешь не выходя из дома получить, но в то же время нет настоящего общения даже между людьми. Поэтому, что необходимо, чтобы мы с вами, кто-то, да, конечно, из-за работы, кто-то еще из-за чего-то, но мы действительно становимся одинокими, но важно, чтобы мы с вами, которые являются детьми божьими, чтобы мы восстановили общение с Богом, чтобы действительно мы общались через молитву с Богом, чтобы мы могли обрести счастье, силу, ответы, общаясь с Богом. Если действительно моя жизнь будет связана с молитвой, если действительно молитва и жизнь не будут как бы отдельно, соответственно, Слово и Божье, и моя жизнь не будут отдельно, чтобы действительно то, что говорит Бог и то, что желает Бог, стало моим желанием. И тогда получится возможным, чтобы действительно не своей силой, но чтобы силой Божьей победить и беспомощность, и одержимость, и всякую зависимость. На прошлой неделе, также в пятницу на богослужении, я также говорил о том, что нам с вами нужно войти. Действительно войти в молитву, войти в путешествие молитвы, чтобы молитва стала нашим образом жизни. И мы говорим о молитве 24 часа, 25 часов в вечности. Это та молитва, 25 часов — это как раз то, что действие Божье в моей жизни, когда сила приходит, которая не моя сила. Поэтому должна быть другая сила через молитву. Бог знает, что невозможно, чтобы мы своими силами могли жить действительно в этом мире, поэтому Бог желает, чтобы мы с вами обретали другую силу, духовную силу, которая исходит от Бога. И вообще, мы действительно уже это получили. Потому что мы с вами обрели уже это во Христе. Даже мы сами этого не понимаем, но мы с вами уже имеем ту силу и ту власть, данную нам от Бога. Потому что мы с вами, являясь детьми Божьими, мы являемся теми, кто имеет уже духовную власть. И нам нужно лишь это все использовать. И также, что сказано в Иоанна 14 глава 16-17 стих, говорится об Утешителе, Духе Святом, который люди мира этого не могут его видеть или слышать, но мы знаем его, потому что он с нами, потому что он внутри нас. И он действительно Дух Святой. Вот этот Дух Святой, он помогает, чтобы не своими силами мы жили, но дает нам и мудрость, и дает нам, мы говорим, и о плодах Духа Святого. То есть вот это и есть та сила, благодаря которой мы можем жить в этом мире. И что такое молитва? Это когда мы с вами в Духе Святом общаемся. Поэтому что нам нужно? Нам нужна только молитва. И не просто только молитва, но молитва внутри наполнения Духом Святым. Поэтому и тема сегодняшнего слова именно об этом говорит. Это та сила, о которой говорил Господь, когда Он сказал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самаре и даже до края земли. Поэтому Бог желает, чтобы мы стали свидетелями Ему, чтобы мы обрели силу. Что это сила? Это и есть то, о чем мы говорили. Это сила, это мудрость, это терпение, это любовь, это радость, это мир. Вот это все то, что приходит к нам, когда мы в молитве, когда мы находимся в общении с Богом. И мы тогда становимся свидетелями. Потому что свидетелем чему? Что не моей силой я прощаю кого-то, это не моей силой я люблю, не моей мудростью я это все делаю, но это все то, что приходит к нам от Бога. И 1 Иоанна, 2 глава 27 стих, давайте так же. Откроем. Что сказано? Сказано, что, впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое, все помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. О каком помазании здесь говорится? Это говорится о Духе Святом, который внутри нас. Поэтому не думайте, что вы один или одна. Не думайте, что я один живу, как Илья тогда говорил, что все, один я остался. Бог пребывает Духом Святым с нами. Это не просто какая-то как печать или знак нам никак. Хотя это говорится так же, что мы запечатлены Духом Святым. Но Дух Святой — это живой Бог, который пребывает вместе с нами, который желает, чтобы мы общались с Ним. который желает, чтобы мы действительно с вами свое сердце открывали, чтобы мы впускали в свое сердце Бога. Когда мы смотрим, опять-таки, на жизнь Павла, когда он говорил, что был вознесен до третьего неба, то есть это говорится, опять-таки, есть небо, это атмосфера нашей земли, это небо также, второе небо, это, можно говорить, о Вселенной, космосе. И третье небо — это уже о другом измерении говорится, о духовном измерении, конечно же. И Павел, как мы уже говорили, что выявил? Что слово, которое он имеет, и Евангелие, которое Бог ему открыл, действительно, он в этом жил, в этом этим наслаждался. и он действительно имел правильный порядок. Когда он даже, мы видим, читали сегодня с первого по десятой стихи, то он не о физическом сначала говорил, он всегда говорил о духовном. И что он выявил также? Что даже вот эта физическая немощь, что он сказал Богу тогда ему? То, что Бог ему открыл, что достаточно моей благодати для тебя, ибо сила моя совершается в немощи. Иногда какая-то немощь физическая. Конечно же, для нас это тяжело может быть, и для Павла тоже тяжело было, потому что, как он говорит, это жало вплоть. Но это то, что помогало Павлу постоянно духовно бодрствовать. Это то, что помогало Павлу не на свою силу, не на свою мудрость, не на свои какие-то связи, способности полагаться. Хотя это все так же важно. Все, что в нашей жизни есть, это не просто так. Все, что Бог... Даже что-то плохое, какой-то опыт, который в нашей жизни есть, это так же, если мы через призму Евангелия будем смотреть, мы можем получить исцеление, это тоже станет чем-то, что поможет нам знать Бога лучше, и поможет нам стать свидетелями, поможет нам помочь другим людям. Поэтому, если мы действительно через призму Евангелия будем смотреть, тогда и немощи, и болезни, что бы вообще ни было, все это станет действительно возможностью, чтобы испытать Бога, возможностью, чтобы получить истинное благословение, и возможностью, чтобы мы могли жить жизнью свидетелей, свидетельствовать о Боге, и чтобы через нас другие люди могли прийти к Богу. Не обязательно всем для этого быть пастырами или служителями церквей, важно наслаждаться Богом на своих местах действия, на которых мы находимся. поэтому давайте провозгласим и скажем друг другу, давайте восстановим ту упущенную молитву, которая в нашей жизни есть. Важно, конечно, мы чаще всего мы молимся, конечно, когда... Ну, это все опять-таки религиозный опыт в какой-то степени. Мы обычно молимся, когда приходит какая-то проблема. Но, как мы говорили, давайте будем с вами молиться, а не ждать проблемы, когда проблема, которая придет какая-то и потом молится Богу, что это, где твой план и где твой ответ. Давайте будем заранее молиться, наслаждаться общением с Богом каждый день. И... чтобы мы наслаждались победой в нашей жизни, чтобы молились внутри Духа Святого, в наполнении Духом Святым. Давайте помолимся с вами, попросим Бога, чтобы мы могли восстановить ту упущенную молитву, истинное общение с Богом, чтобы мы могли получать исцеление нашей души, чтобы действительно в молитве мы могли восстановить счастье, восстановить силу, чтобы исцелиться от бессилия, от зависимости, от одержимости каких-то, чтобы действительно в Боге была наша сила, и наша жизнь направлялась молитвой и Духом Святым. Субтитры создавал DimaTorzok